Всем привет! Вы на канале Мару-Мару. Не знаю, что навело меня на мысль сегодня сделать макияж такой злой в стиле может быть Софи Лорен. Тени я использовала вот эти в основном интерьер. Очень их люблю. Вот они на мне. И они подходят под футболку. Мне кажется, как нельзя лучше. Черный карандаш Виктория Бекком, конечно же. И здесь серый цвет теней тоже Виктория Бекком. Наверное, лучше был бы сегодня карандаш с блестками. Я не знаю, почему я никак его не покажу. Ну, покажу все-таки как-нибудь. Сегодня мы с вами будем тестировать. Я не накрашена до конца, как всегда. Потому что я буду вам показывать кое-что из косметики. Первое, что я вам хочу показать, потому что очень хочется нанести тон, это кушон от Labouten. Я очень люблю лак Labouten. Я считаю, что это один из самых лучших лаков наряду с Smith & Kalt. У меня были помады помады. Я люблю, но в меньшей степени мне не нравится упаковка. Как произведение искусства, как что-то такое просто красивое, да, мне нравится. Ну, чтобы пользоваться в обычной жизни, нет, слишком громоздкое неудобно. Это не та красота, которую я ценю и люблю. У меня рефил кушона. Я хотела купить полностью, но потом подумала, вдруг мне вообще не понравится этот кушон. Вот такой он. Показываю поближе, посмотрите. На него коробочка красная. И черный рефил. Также у него очень симпатичная губка. Смотрите, она какая с отпечатком туфельки. Как я решила, мне кажется, что это туфелька. Может быть и нет. Не читала. У меня 20N оттенок, нейтральный нюд. Я вообще выбираю очень часто двадцатку. У меня его прилить двадцать. Часто бывает. Тридцать потемнее совсем. Десяточка совсем светлая. Хотя и десятка тоже бывает. В общем, эта градация от двойки до тройки мне подходит. И давайте приступим. Посмотрим на него. Он кажется довольно темным в упаковке. А на сводче мы уже видим его более приглушенным. Он такой персиковый. Персиковый, увлажняющий. Мне понравился на руке. Я его еще не пробовала на коже. Купила даже не по совету. Сначала купила мою племянницу, показала мне, и я как-то загорелась очень. А в итоге она мне сказала, я его не рекомендую покупать. Поэтому у меня рефил. Я не стала покупать уже и футляр. Вот. Футляра нет. Но давайте посмотрим. Если понравится, можно и футляр приобрести, чтобы была прямо красота. Очень мягкая губка. Так легко вот просто проваливается туда. И давайте посмотрим, как он будет на коже смотреться. Она мне сказала, не советует. Ей не понравился финиш. Вроде бы говорит, увлажняющий, но что-то не то. Давайте посмотрим, то или не то. Нанесу на одну сторону и проверим. По цвету мне очень нравится. Такой, знаете, первый солнечный, первый загар, как будто вот на солнце. Естественно, где он еще? Хотя в солярий, может быть. Но в солярий я не хожу. Совершенно не моя история. Мне так часто делают такие комплименты. Ну, здесь, на ютубе. Пишут, что я вся в ботоксе. Я думаю, все-таки это такой большой комплимент, потому что если ты ни разу не делала ботокс, и вдруг тебе об этом пишут, наверное, это такое прямо лицо разглаженное, что ли, кажется людям, что если так пишут. Хотя, мне кажется, у меня настолько, ну, сама кожа, естественно, просто мимики практически нет, то, что я за этим очень слежу. Я не люблю почему-то людей с активной мимикой. В смысле, не то, чтобы не люблю. Я, мне тяжело общаться. Я как-то дергаться сама, как будто начинаю. Поэтому, наверное, так слежу за ней. Ну, вот. С одной стороны кушон, как будто более такое холеное лицо стало такое прямо надувное, да? А с этой стороны нет этого эффекта. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Пишите, как вам. Кажется так или нет? И давайте я с этой стороны тоже нанесу. Вот на руке он мне казался, как будто бы не совсем подходит, совсем уж такой теплый. А вот на коже прямо хорошо. Этой теплоты нет. Конечно, не будет этот отзыв правдивым. Почему? Потому что она мне тоже с самого начала, как только его купила, сказала, что ее очень нравится. Даже сняла мне видео, сказала, посмотри, как красиво. Ну, вот в итоге изменила свое мнение. Поэтому ждите посты в Инстаграме. Ну, и здесь я расскажу просто в Инстаграме. Я так думаю, что это будет раньше, хотя у меня сейчас совершенно нет на него времени. Еще и за VPN. Я какой только не подключаю. у меня почему-то все они ужасно работают. Ну, посмотрим. Пока мне он очень нравится. Я не знаю, что будет потом. Пока очень. Вот прямо сейчас мне прям хочется купить еще и к нему все-таки футляр. Ну, не буду забегать наперед. Вдруг совсем не понравится. Посмотрим даже до конца видео. Может быть, мнение тоже изменится. Знаете, что интересно? Он... Вот я смотрю на себя в зеркало. Ну, он сливается с шеей прямо идеально. Но он все-таки довольно светлый. Я бы, наверное, хотела чуть-чуть потемнее. Мне очень нравится темный сейчас. Ну, наверное, это ближе к лету. Мне так прям хочется темного чего-то на лице. Это, мне кажется, красиво. Можно бронзером, кстати, не утеплить, а утемнить. Но я вам хочу сейчас показать, конечно, не бронзер, потому что мы все-таки сегодня смотрим, наблюдаем за тональным. А я вам хочу показать новое масло от Эрмес номер 5. Как я его хотела. Это очень красивое масло. Давайте я вам распакую, покажу. Вот такой оттенок. Помните, я вам говорила, что он подойдет под румяной номер 45 от Эрмес? Я, может быть, чуть-чуть попозже их нанесу. Пока хочу все-таки, чтобы немножко сел тональный. И нанесу это масло. Оно пахнет колой. И карандаш можно было бы взять иконик нюд. Но я почему-то захотела сегодня шантыкай. Вот этот оттенок, как он мне называется. Дискрит. Нанесу его. Он довольно розовый, но масло это исправит. Нанесла и даже слегка растушевала. И теперь давайте приступим к нанесению масла. Мне очень нравится эта кисточка. Она такая тоненькая, миниатюрная кисть. И когда наносишь, как плавно скользит и как пахнет, мне очень нравится аромат. Прямо такой жвачки Coca-Cola. несладкая жвачки. Несладкая жвачки. Очень-очень приятная. Я обожаю вообще масла. Я обожаю бальзамы для губ. И я очень люблю то, что они быстро стираются. Вот если для кого-то это какой-то недостаток, то для меня это плюс. Я не люблю помады, которые впиваются в губы и очень долго держатся. потому что я люблю обновлять помады. Кстати, я никогда с собой не беру помаду, но если я попадаю домой, я обязательно обновляю. Наверное, потому что у меня очень много и блесков, и помад, и бальзамов. И я хочу всем пользоваться. Сейчас вот еще Gucci хочу номер 5 бальзам. В общем, я хочу всем пользоваться и постоянно обновлять, чтобы они закончились. Ну и плюс сам момент нанесения. Я очень люблю краситься. Очень. Это одно из самых моих любимых занятий. Красятся и принимать душ. У меня сегодня есть еще один совершенно потрясающий продукт. Я хочу вам его сегодня показать. Это барабанная дробь Шанель. Я очень хотела показать вместе с тушью Шанель. Помните, я вам показывала, я уже демонстрировала, но подумала, не хочу я показывать, как крашу ресницы, поэтому она на мне уже есть. Просто хочу вам показать сегодня именно фейлайтер. Он называется оттенок, называется скульптинг. Я, знаете, за ним сколько гонялась? Года два. Я посмотрела видео Пони. Это, по-моему, корейский блогер, девушка. Очень мне нравится, как она показывает макияж. И у нее так все блестит всегда, как я люблю. И все она показывает так близко. В общем, я увидела у нее этот скульптор, я в него влюбилась, где только не была, где только не гуглила. Я никак не могла найти его, именно этот оттенок. Даже сейчас уже есть новинки розового цвета и такой приглушенный розовый, по-моему. Я не хотела, его хотела именно вот этот. И нашла, наконец, только в Америке, американская сифора, помогла мне, я его приобрела. Давайте покажу. Ну, конечно, он очень красив. У меня были такие румяна, они были такие розовенькие, очень красивые тоже, в таком оформлении. Помню, я их так долго фотографировала, потому что мне нравилось это дело. Сейчас у меня меньше времени на фото. Сейчас у меня меньше времени на фото, но это не значит, что эти продукты я стала любить меньше. Просто времени не хватает. Посмотрите, какая красота. Давайте сначала полюбуемся, потому что я все-таки постаралась для вас снять. Здесь такие, знаете, как будто краски так замешиваешь, и они где-то так текут. На палитре так смотрится иногда красиво. И даже помню, когда я училась в училище художественном, нам говорили сохранять свои палитры, советовали нам сохранять их, потому что там иногда бывает поистине произведение искусства. Очень красиво получается. Вот здесь вот тоже также замес остался виден, и получилось очень красиво на самом деле. Мне даже трудно, сложно нарушать красоту. Знаете, сколько я им не пользуюсь уже неделю, потому что я не хочу его трогать. Мне хочется просто любоваться. Вы знаете, иногда даже хочется иметь два продукта, одним любоваться, а другим пользоваться. Но я сегодня, конечно, это нарушу, будем пользоваться. Кстати, у меня нет вообще сухих хайлайтеров. У меня есть только все кремовые влажные Шарлотты Тилбери, я вам показывала, уже очень красивые. И вот этот, но это совершенно другого плана. Этот очень напоминает, я вам его тоже показывала, от Вестман Отерьер. Если помните, я показывала вам такой наборчик, где можно все это посмотреть. Здесь вот как раз такой хайлайтер. Вот они очень похожи, но этот просто совершенно белый, Вестман. Он белый и дает свечение влажное, исключительно. Это тоже дает влажное свечение, но здесь есть перламутр. Я бы, конечно, в идеале хотела бы в мини-версиях каких-нибудь, ну вот таких, чтобы у меня было и то, и то. Но два иметь практически одинаковых, это, наверное, не очень правильно, поэтому не один. Давайте нанесем и посмотрим. Все-таки я предвкушаю. Ну что, какая красота. Вы знаете, вот как может блогер убедить, что это нужно приобрести. я просто, когда увидела, я влюбилась, подумала, нет, мне этот продукт тоже совершенно необходим. Вот эта великолепная влажность, еще и чуть-чуть с подсветочкой. Вы знаете, это для тех особенно актуально, я испортила его, но он такой красивый все равно, смотрите, еще более таким стал насыщенным. Это для тех актуально, кто хочет влажную кожу, ну, кто не любит уход и всегда спрашивает, почему у вас так сияет лицо, вы можете использовать вот такие средства. Я их не использовала вот до сих пор, да, сейчас я стала пользоваться, потому что мне очень нравится вот этот влажный эффект исключительно вот на этой части. Мне прям хочется, чтобы это очень сияло, блестело. Вот так вот чуть-чуть сделаем. Прямо такая влажность. Естественно, в такую ветреную погоду я не советую носить такие продукты, просто все волосы, вся пыль будет у вас на лице, но если вы куда-то идете, особенно на вечер, если минимум макияжа, не как у меня сейчас, вот исключительно минимум, и можно даже на все матовое лицо вот слегка сделать такие акценты, это будет очень красиво. Можно еще сюда. Такой приятный, вот так скользит, прям нравится мне. Блестящий нос. Можно на щечке сделать. вообще всегда влажный финиш, влажное лицо дает ощущение молодости. Я вам хочу еще на руке показать сводчик. Вы должны видеть именно оттенок. Тут он минимальный, но он все же есть. Сияющий, перламутровый и очень-очень влажный. Я очень хочу сделать сравнение на самом деле с Вестман. Нужно посмотреть, насколько они разные. Вестман прямо очень белый. Да, он дает белое свечение, а этот дает более деликатное. Ну, это продукты для стробинга, как вы понимаете. Стробинг я тоже очень люблю. Наверное, это заметно. С таким уже макияжем очень сложно носить распущенные волосы. То есть, вот здесь, когда волосы будут касаться лица, естественно, они будут жирными, естественно, и будет вид такой немного грязный. Поэтому, либо нужно носить вот такую прическу, либо собрать волосы, но на лицо, чтобы волосы не попадали. Либо можно, чтобы попадали, но тогда перенесите все свои средства исключительно на вот эту часть сюда. Вот. Ну, смотрите, насколько это красиво. Для тех, кому это нравится, конечно. Я так очень рада этому продукту. Мне безумно нравятся такие средства. Я все-таки думаю, все-таки... Еще я очень хочу и Вестман-ателье в себе тоже. И скульптор я хочу. Я хочу Фенти. Скульптор... Я вот все думаю. Представляете, у меня такая вот дилемма. Я скульптор думаю либо Фенти взять, либо Вестман. Вот. Думаю, думаю, пока ничего не взяла. Тем тональный уже сел. Я не могу сказать о нем ничего плохого. Честно говоря, мне нравится. Такой, холеный. С макияжем мы разобрались. Давайте пойдем дальше. Я очень хочу вам показать сегодня кондиционер. Помните, я показывала вам уже шампунь? И теперь кондиционер. Это японская марка. Одна из самых дорогих, что у меня были. и я очень хвалю этот уход. Вот сейчас у нас очень влажно. Видите, мои волосы не хотят ложиться, несмотря на утюжок, потому что от влажности они всегда вот так завиваются. Все разные длины. Вот они тут все показываются, проявляются. Я все равно хвалю этот уход, потому что я уже говорила, я так поняла, что мои волосы, из-за того, что они тонкие, ну, толстыми они стать не смогут. Я могу их только утяжелить какими-то средствами, но это смотрится не очень уже красиво. Поэтому я оставила это дело, и я делаю упор на удовольствие в душе и качество самих волос, плюс, насколько я чувствую промытыми, промытыми свои волосы и кожу головы. Вот. И все это мне очень нравится именно в этом уходе. Вот отдельно, что я хочу сказать по кондиционеру. Я вам тогда сказала обязательно покупать и шампунь и кондиционер. Во-первых, здесь приятнейший аромат, аромат яблока, салонного яблока, если такое бывает. И кондиционер конкретно, чем ему нравился, тем, что он не уступает европейским. Я всегда говорю, что Япония очень хороша, выходит для волос, но почему-то кондиционеры у них слабенькие. Это не тот случай. Кондиционер здесь прекрасный. На уровне он совершенно такой же, как и европейский. Он не такой, плотный. Все-таки европейские они бывают плотными, кондиционеры. Это действительно такой кондиционер. Бальзам, маска. Маска бывает совсем плотная, кондиционер нет. Но у японцев они бывают совершенно такие тягучие, как будто бы это шампунь. Вот до такой степени легкие. Этот нет. Он похож больше на кондиционер в нашем представлении. И этим он мне понравился. И еще какой плюс? Он делает вот это вот ощущение, когда в душе ты стоишь, у тебя волосы прям так растекаются вместе с кондиционером, как будто, то есть выпрямляются. И если они спутаны, то они уже не спутаны после этого кондиционера. Я люблю этот эффект, и он дает это. То есть вот этот уход просто вот я, знаете, в последнее время я беру какой-то уход и говорю, это самое лучшее на сегодняшний день. Беру другое и говорю, это самое лучшее на сегодняшний день. Вот на сегодняшний день для меня лучшие вот этот уход. Просто, знаете, переплюнул все. Упаковка только мне не нравится, все остальное мне очень нравится. И очень понравился уход Дермессер. Я уже вам его тоже показывала. Просто вот все в себя вобрало этот уход. Настолько он мне понравился, настолько удовольствие, пена, промывает хорошо, укладывается прекрасно, быстро волосы сохнут. Но относительно того, что было еще год назад, у меня волосы стали не быстро сохнуть, потому что они стали гуще. Все-таки это произошло, да. И из-за того, что их стало больше, они сушатся не так быстро, как раньше. Поэтому просто моя прям искренняя рекомендация попробовать этот уход. Я еще дала подруге своей, которой никогда не нравится, что мне нравится из ухода для волос. Я на его тоже похвалила. Это дорогого стоит, потому что если одному человеку не нравится, другому нравится, то и тут я могу советовать так. выбирайте те, у кого такие же волосы, как у меня. Но у нее совершенно другая структура волос. У нее густые, хорошие волосы, плотные, такие толстенькие. И ей нравится этот уход. Она тоже была в восторге, поэтому приобретайте. Называется Сибон. Так долго я думала, покупать или не покупать. Все хорошо, что я его купила. Но я никогда не жалею, что долго думала, потому что я получала удовольствие именно сегодня. А так могла бы сто лет назад получить. Это заказ на рандеву был. Я вам оставлю промокон, вы сможете получить с хорошей скидкой его заказать себе. Он действует на покупки от 2,5 тысяч. Еще я вам хотел сказать, что какое-то новшество появилось на рандеву. Называется «Что-то не так?» Вот здесь можно оставить свои претензии. Поэтому, когда мне кто-то пишет, что что-то там не то заказали, рандеву всегда решает эти вопросы. Пожалуйста, пишите, и вы получите ответ и грамотную консультацию. На самом деле решение вопросов. Потому что я сама столкнулась и с этим прекрасно решили мне вопрос. И в подарочек положили вот такую маску. Маска на тканевой основе. Вот тоже очень приятный подарок. Secret Skin. Корейская маска. Вот. Для тех, кто любит Корею. Но там бывают всегда разные подарки. Не обязательно что именно это. У меня просто был большой заказ, и я не показывала эти подарочки. Вот еще такой, тоже корейская, по-моему, какая-то марка. Да, увлажняющий крем-сайм. Ну, известный марк. Есть уход класса люкс, есть уход салонный, есть уход ниша. Он не называется так ниша, но я сама так это понимаю, что вот это именно ниша. То есть, это классом выше, чем люкс. Я все-таки больше на вот эти вот продукты теперь ориентируюсь. Мне еще очень нравится, у меня всегда это было, но все-таки есть такие растерожжеванные бренды, которые мы все хотим купить. Например, там, Гуччи, да даже тот же Лобутен, Диор, да, а есть что-то выше. Например, Вестман, но это тоже уже все знают. И вот я ищу такие бренды, которые вообще никто не знает, но которые и дорогие, и по качеству очень хорошие. Если вы знаете, такие напишите. Этот, знаете, как в одежде тоже есть обычный люкс, Диор, Валентина, Шанель. Ну, это не обычный люкс, это такой попсовый в любом случае люкс. А есть Лора Пьяно, например. Все понимают, что это такой класс повыше. Такие марки, которые не кричащие. Здесь нет таких логотипов. Вот, например, на мне майка сейчас Лора Пьяно, да, никто не знает, что это за майка, потому что нет логотипа, здесь не написано там Блувитон или Баленсиага. Я имею в виду вот именно это. То есть это бренды ориентированы на качество. А есть еще другие бренды, про которые вообще никто не знает, но они очень дорогие, и это только для таких, для узкого круга, почитателей, любителей, для тех, кто действительно понимает и ценит. Вот примерно вот такую же нишу я ищу в косметике. Если вы знаете, если вы знакомы, вдруг с тем, чего я не знаю, обязательно пишите. Мне это прям очень интересно. Пробовать, хочу вам рассказать и себе, конечно, тоже. Я с вами прощаюсь. Сегодня такое не очень большое видео. Всем пока-пока. Удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok